Всем привет! С вами Ирина. А в этом видео хочу показать вам орхидеюшку-деленку, которую мы с вами делили. Я ее действительно уже достаточно давно вам не показывала. Показала, что у нас там появилось три детки сразу на одном нашем пенечке, без верхушки. Вы помните, как мы разделили. У нас остался низ и отдельно был верх. И вот теперь как выглядит эта орхидеюшка. Мы растим деточку. Деточка уже такого приличного размерчика. Если взять для примера с размером руки. У нас еще есть внизу деточка одна растет. Я все никак не могу раскопать. С другой стороны, может не очень и нужно ее раскапывать, потому что если я доберусь, возможно остановит рост. Листики вот такие вы видите. Они словно потеряли слегка тургор. Но дело в том, что даже если ее поливаешь, эти листики не очень хорошо восстанавливают тургор. То есть они плотненькие и все. Но вот такой вот, тоже не знаю, как это назвать, но такой вот листик. Уже не такой гладкий, не такой упругий, как они были раньше. Листики плотненькие и все. Но вот они вот такие и не проходят. Не проходит, ребята, даже когда я говорю поливаешь растение, не проходит это ничего. Так, и еще у нас одна деточка. Вот там вот видно листья. Вот так отповорачиваю немножко. Видно? Сейчас я попробую еще с другой стороны ее развернуть. И мы с вами посмотрим, где у нас еще одна. Так, не вижу я. Когда не было камеры в руке, я ее видела. А вот она, вот она, вот она между корешками. Корешки уже такие старенькие, как загеревеневшие. Вот это вот, ребята, внутри еще у нас есть еще одна там веточка растет. Ну, как бы света ей достаточно. Свет туда все-таки попадает. То есть не то, чтобы она вообще там была закрытая, но вот как бы свет есть. Она по чуть-чуть, по чуть-чуть растет и будет тянуться сюда к свету. Я не знаю, я ее думала изначально достать, раскопать. Потом села, подумала, если я ее раскопаю, если я ее достану, значит, скорее всего, что в любом случае для растения это будет большой стресс. Вот, если я ее оставлю без субстрата, скорее всего, что ей это не очень понравится, потому что это будет все-таки как-никак изменение в уходе, да, в содержании. Вот, и возможно такое, что все-таки растение остановит в росте какую-то все-таки детку. Либо больше сил отдаст, например, одной детке, нежели второй или третьей. Поэтому я подумала и пока что не трогаю эту орхидеюшку. Вот она себе растет, как ей нравится. Вот как в природе орхидейки растут, да, их никто не трогает. Они там где-то на деревьях растут себе, и деток дают, и детки растут в таких вообще невероятных, немыслимых просто местах. И вот у меня почти природные условия для этой орхидеюшки. Так что растет там еще тоже одна деточка. Ну, а дальше мы будем с вами наблюдать, посмотрим, хватит ли ей сил и выглянет ли она сюда наружу. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч. Пока!